Субботник на Академической. Студенты Международного гуманитарного университета и ученики Международной академической школы Одесса присоединились к озеленению и благоустройству города. Как отмечает почетный гражданин города Одессы Сергей Кивалов, каждый студент или преподаватель должен высадить хотя бы одно дерево своими руками. И тогда окружающий мир станет чище и ярче. Подробнее о материале моих коллег. Настоящая весна на одесских улицах. Одесситы готовятся встречать Пасху, майские праздники и стараются привести город в порядок. Традиционно на субботник также выходят студенты, преподаватели и руководство Национального университета Одесской юридической академии, Международного гуманитарного университета и теперь уже Международной академической школы Одесса. В центре их внимания благоустройство улицы Академической. Здесь высадили почти 200 саку. Высаживали в ноябре месяце, в декабре. Сегодня они все принялись. Это будет самая красивая улица. Но для того, чтобы красиво было, нужно ухаживать. У нас такой девиз действует и в Международном гуманитарном университете. Каждый студент, каждый сотрудник, преподаватель должен высадить хотя бы одно дерево или один куст или один цветок и так далее. Тут у нас в Международном университете почти 6 тысяч студентов. Если каждый высадит по одному дереву, по одному кусту, вы представляете, что это будет. Более трех лет назад на Академической была открыта университетская стоматологическая клиника Международного гуманитарного университета. Современное лечебное учреждение стало базой для реализации социального проекта по оказанию бесплатной медицинской помощи одесситам, а также площадкой для подготовки будущих стоматологов. Рядом с клиникой был открыт бювет с чистой артезианской водой. Теперь благоустройством прилегающей территории данному комплексу занимаются студенты и преподаватели МГУ. Хочу сказать, что некоторые очень так, знаете, негативно к карантину относятся, но карантин – это и время возможностей. Немножко больше свободного времени есть, и его нужно проводить с пользой. Сегодня мы облагораживаем территорию нашей стоматологической клиники для того, чтобы, когда приходили сюда пациенты в стоматологической поликлинике, видели красивые розы, красивый сад. Это уже традиционно, на протяжении многих лет мы проводим субботники, и хочу сказать, что проводим мы их по необходимости. Прекрасно видно, что пришла весна, сегодня нужно делать все работы, которые связаны с озеленением, с поливом, с высадкой цветов. Поэтому по мере необходимости мы регулярно будем проводить эти субботники. Карантин – время для новых занятий и возможностей. Студенты Одесского медицинского института МГУ с удовольствием присоединились к благоустройству одесских улиц. Более того, субботник – это командная работа, которая сопровождалась кофебреками со сладостями. Как говорится, и поработать успели, и отдохнуть. По инициативе президента МГУ состоялся субботник. Вот студенты-стоматологи в поддержку пришли нас поддержать, помогают нам. Как видите, благополучно. Ребята, в принципе, довольны. Да и нам нравится. Сегодня проводится у нас субботник. Мы занимаемся обустройством парковой территории Университетской стоматологической клиники МГУ. Это важно для окружающей среды. Вы все знаете, что на данный момент в Одессе существует большой дефицит парковых территорий. Их очень мало у нас. И для того, чтобы исправить эту проблему, мы решили помочь нашему городу, нашему университету. Парни выбрали себе более сложную работу, а девочки – более легкую. Мальчики копают, девочки собирают мусор, некоторые траву копают, листья собирают. Взят для того, чтобы было чистое век. Также субботник прошел и в Международной академической школе Одесса, где высадили пеларгонию в народе калачки. Школьники вместе с преподавателями традиционно высаживали цветы. В будущем каждый класс будет ухаживать за своей клумбой. Цветочки мне очень нравятся, особенно красный цвет. Да, сегодня вообще очень классная погода. Я рада, что мы вышли с классом посадить цветочки. Мы уже не в первый раз садим. В прошлый раз мы садили розы. Тоже было очень классно. Это не только сегодня, это важно всегда. Нам очень нравится вместе сажать цветочки. Мы недавно сажали розочки. У нас есть отдельная розочка пятого класса. Сезон субботников продолжается. В планах коллективов образовательных учреждений проводить регулярные субботники. Высаживать деревья и кусты не только на территории, прилегающей к вузам и школе, но и в городских парках, скверах, а также набережной и склонах на 8-й станции Большого фонтана. Чистый и зеленый город начинается именно с вас.